Нечищенная территория, не вывозят мусор, течет крыша. Тысячи жалоб от жителей краевой столицы стали поводом для встречи губернатора и руководителя краевой жилинспекции. Глава Приморья решил выяснить, как инспекция контролирует работу управляек, какова штатная структура этих компаний, наличие дворников, уровень зарплат, количество обслуживаемых домов. Вот управляющая компания Фрунского района зарабатывает в год 254 миллиона. Я посчитал, что если бы фонд оплаты труда у них был бы 150 тысяч на работников в месяц, 100 тысяч на руки и 50 тысяч налогов, у них уходило бы 144 миллиона на заработную плату. Но в этой структуре, как вы сказали, всего только половина дворников, а половина управленческого аппарата. Такое соотношение управляющего персонала и людей, которые работают на земле, по мнению губернатора, вызывает вопросы. Негодование вызвало и УК Ленинского района. Она обслуживает 194 дома. Ежегодно с них собирает 351 миллион рублей. 10% от этой суммы идут на расходы компании, в штате которой только управленческий персонал. По подсчетам главы, на содержание каждого дома, теоретически, приходится более полутора миллиона рублей в год. У вас получается, что, к примеру, управляющая компания Ленинского района собирает 351 миллион, пускай она тратит 35 миллион на управленческий персонал, а 320 миллионов где? Так, подписаны где-то договора? Где ваши проверки? Именно в этом отношении? Проверка сейчас началась как раз 1 апреля. А почему здесь 1 апреля? А по прошлому году? У вас же ситуация такая была? По мнению губернатора, требования к работе управляющих компаний просты. Прозрачность расходования собираемых денежных средств и наличие в штатах людей, которые работают на территориях. В случае, если УК не исполняют свои обязательства, договоры с ними должны быть расторгнуты. Люди же платят деньги? Ну, платят. Так, наверное, они вправе спросить. И вы этот регулятор-то вы являетесь. Всех этих процессов. Я сейчас еще соберу эти данные, но мне интересует тот факт, что за все это время ни по одной компании не было принято никаких конкретных мер воздействия. На устранение недостатков в работе краевой жилинспекции и управляек губернатор дал месяц. Алина Черненко, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.